Итак, долгожданная река Волхов, коллеги, тут мне она кажется очень простой, вот участок, Санкт-Петербург, Ладога, тут Волхов вытекает из Ильменя, течет с юга на север, и Волхов, так же как Нила, у нас тоже молодая река, то есть ей примерно там 15 тысяч лет. Вот, и поэтому у нее большинство тех признаков, которые есть у Невы, коллеги, кто помнит, как я рассказывал Неву, на Неве нет поймы, на Волхове местами поймы есть, но она тоже ущербная, на том участке, который мы рассматриваем, поймы нет, там есть и слева коренной берег, и справа коренной берег, это первое. Соответственно, раз поймы нет, значит река не была ни левее, ни правее за свой период существования, значит и не будет ни левее, ни правее. Значит, те деформации берегов, которые могут быть, они другие, они не под воздействием перемещения русла реки Волхов влево и вправо, тут их просто нет. Может быть что-то другое, там склоновые потоки, береговые процессы, почему береговые процессы, а потому что мы находимся в верхнем бьефе Волховской КС, соответственно, вот это, как ни странно, смотрите, в нижнем бьефе ширина реки и в верхнем бьефе ширина реки, они на глаз одинаковые. Почему? А потому что в верхнем бьефе это наполненное русло, но водохранилище в подпоре, а в нижнем бьефе это низкое русло, в нижнем бьефе глубина 1,5-2 метра, просто я работал в нижнем бьефе, я даже измерял там расходы воды, вот я знаю, и в верхнем бьефе глубина, ну там 15 метров, 12, я там делал промеры глубин. Поэтому этот участок я просто знаю, вот, но это называются такие вот русловые водохранилища, то есть не затекает на пойму, который здесь нет, а в верхнем бьефе. А, и везде видите, ширина одна и та же, то есть вот как была вот такая ширина, так и будет, так и все, вот, то есть здесь просто подперто, то есть если по уровню, то очень заметно различается уровень воды в нижнем бьефе, там немножко, и в верхнем бьефе, там множко. И вот это Волховская ГАЗ, вот это первенец ГОЭЛРО, как раз вот в этом месте и расположен. Вот, так, и что у нас еще есть по этому Волхову? Вот у нас есть внешний вид этих берегов, коллеги, вот коренной склон, и сюда упирается водное зеркало, вот коренной склон. Ну и вот это, это вот непонятно что, это вот русловая отмель, но она, в связи с тем, что у нас водохранилище, коллеги, водохранилище, то скорость течения здесь, ну вот, никакая. Ну или очень маленькая. Поэтому под воздействием течения, вот в этой верхней водохранилищной зоне, ничего не происходит. Или происходит, ну такое вот, маленькое-маленькое. Ну, может происходить в связи с тем, что водохранилище, а водохранилище мы знаем, что там есть другой агент, там есть ветроволновое воздействие, ветроволновые размывы, соответственно, намывы. И как раз вот, возможно, вот это уже как раз клиф, как раз это может быть вот подмываемый берег, а это вот надводная часть пляжа, а там может быть подводная часть пляжа. То есть такое вот, нетипично для рек, да, такое вот поперечное сечение, и там также может быть и на том берегу тоже, вот может быть так, так и так. Вот. И, соответственно, оба берега, получается, одинаковые. То есть тут нет, ну, одинаковые как по схеме деформации. Эта деформация никакого образом не связана с действием течущей воды. Она обусловлена вот переформированием берегов водохранилища. Метод переформирования берегов водохранилища мы с вами в рамках этого, в рамках этой таблички, которую я вам показываю, разные методы вообще не учитываем, то у нас только для водотоков, для разных водотоков, больших и маленьких, но никаким образом не для водоемов. Для водоемов, доброе утро на ЗИЛе, если будет у нас возможность, то мы водоемы отдельно, вообще отдельно, отдельно пройдем. Вот. И в случае, когда у вас сомнения, например, когда у вас вроде есть элементы и того, и другого, вот, так, уже 10 минут, оказывается, прошло. У меня каждые 10 минут вылетает звук. Ну, я, естественно, все еще... Есть ли сомнения? Сомнения, что такие, что типа вот одновременно у нас и водоемные процессы, и водоточные процессы. То есть водоточные что? Водоточные это у нас движение наносов, перемещение мизоформ, размывы, связанные с этими перемещениями мизоформ, их отложениями, их размывами. Вот. А водоемные, это вот то, что я сейчас рассказал, это под воздействием волны, волны, а волна под 20 сантиметров, образуется вот такого образа, специального способа переформования берегов. То есть они размываются, и все, что размывается, здесь же и откладывается, здесь и намывается. Ну, в общем случае. В некоторых случаях там есть еще некий специализированный такой, называется, вдоль береговой транспорт наносов, вдоль береговой перенос наносов. Ну, это в особых случаях. Вот. Если у вас сомнения, что вот не только так и не только так, значит и так и так. Значит, надо подумать на ту и другую тему. И вот в данном случае, возможно, тоже надо подумать и на ту и другую тему. Еще очень типичный такой вариант, когда надо подумать на ту и другую тему, это вот зоны выклинивания водохранилища. То есть течет-течет-течет река, потом она не течет. И вот есть место, где она то течет, то не течет. Потому что уровень воды в реке меняется, уровень воды в водохранилище меняется. Вот эта зона перехода, она изменяется. Она то течет, то не течет. Значит, там могут происходить информации и по теме другим воздействиям. Ну и в принципе, как бы вообще тут ничего страшного, да? А местами вообще берег уперся прям вообще в известняк. И вот этот известняк, вот она вот 15 тысяч лет моет. И возможно там, не знаю, на 10-20 метров за 10 тысяч размывает. Ну и все, что тут еще? Бездна материалов, 1724-1800. Лоцманские карты, разные старые. Вот это самое такое простейшее. Вот обратите внимание, опять же ГЭС. Река течет у нас, теперь показано вот так. То есть у нас север, справа. Вот здесь вот север, еще даже течет река. А вот этот кусок ниже, то есть вот ГЭС вот здесь. То есть вот этот нижний кусок надо переставить правее. И вот какие глубины мы видим в верхнем БЕФе ГЭС? Вот 10-11, 10-13, 9-10-1. А в нижнем БЕФе какие мы видим? Полтора-два, полтора-два, полтора-три, да? Три метра. Вот и все. То есть это просто разное наполнение уровней воды в верхнем и в нижнем БЕФе. Есть такие, даже с промерами глубин, да? Все-таки какая-то оценка, если нужно. Вот. Есть старые карты. Если бровки, да? Если вот мы хотим просто вот старым, тедовским способом вообще просто тупо посмотреть, наложить бровки русла друг на друга и посмотреть, что здесь. Здесь очень интересно тем, что фактически, в связи с тем, что долинка, она равна руслу, то есть ширина дна долины равна ширине русла фактически, да? То есть мы не понимаем даже с чем мы работаем, с поймой или с руслом. Вот. Поэтому здесь у меня все, коллеги. Кто автор, пожалуйста, действуйте дальше. Что мы ждем? Мы ждем, что планы деформации будут никакие. Вот. Если у вас особый-особый-особый случай, просто я работал здесь еще, не работал, а не было, не пошла работа, но было такое, что вот у нас железнодорожный мост, вот у нас ГЭС, а вот здесь вот на правом берегу, в Верхнем Бьефе, обратились за консультацией. И работа не пошла. Говорят, у нас размывает. Вот. Когда я посмотрел, я понял, что у них размывает из-за того, что у них там что-то такое антропогенное. Возможно, сброс сточных вод. Такой поверхностных, который никак не связан с деятельностью реки. Никак реки текущей, никак водохранилище стоящего, никак не связан с этим водным объектом. Это какое-то внешнее воздействие антропогенное. И вот там есть у них местный размывчик. Вот. Ну и все, пожалуйста, такой местный размывчик можно сделать в любом месте любой реки, если там будет что-то антропогенное воздействовать. Вот. Поэтому вот ждем, что размывы не были и не будут. Планы деформации отсутствуют. Соответственно, глубинность формации в связи с тем, что это водохранилище. А водохранилище у нас основной процесс какой? На дне. По берегам мы с вами поняли, да, что практически ничего. По глубине, по глубинным... Там в водохранилище у нас происходит отложение наносов. Есть еще такой термин «заиление» или «занесение». То есть там просто откладывается нанос. А в связи с тем, что здесь наносов мало, видите, берега не моются. Вытекает река Волхов из озера Большого. Соответственно, это просто сток воды. И наносов относительно мало все-таки попадает в Волхов. Поэтому, в принципе, «заиление» должно быть, «заиление» будет, но относительно медленное. Не то, которое мы ждем в тех хороших водохранилищах, которые на Волге, которые масса наносов и все такое. Поэтому, ну, как бы, ответ уже ясен, коллеги. Поэтому я готов перейти к следующему участку. Коллеги, какие мнения, какие вопросы, какие соображения по Волхову. Вот, если ничего нет, то напишите минусик, чтобы я знал, что кто-то слушает. Вот, и тогда пойдем дальше. Вообще, одно удовольствие, да? Материалов бездна, фотографии бездна. Ура! Ну, ладно, плюсики-минусики, коллеги. Тогда следующий участок у нас «Иртыш», который мы с вами...